Официальные власти Молдовы уже несколько раз опровергали информацию об угрозе из Приднестровья. Почему Кишинев не включается в информационную войну против Приднестровья, мы спросили у политического обозревателя из Кишинева Владимира Цеслюка. Он отметил, что сейчас Кишинев и Тирасполь на одной стороне и заинтересованы в том, чтобы сохранить мир. Нам нужен покой. Желательно, чтобы мы спокойно прожили эту ситуацию, не будучи равнодушными к этому горю. Потому что, братцы, надо сделать все для того, чтобы помочь наступлению мира. Надо сделать все, чтобы не было демонстрации Молда-Приднестровского равнодушия к трагедии. И надо сделать все для того, чтобы не втянуться даже в споры. Потому что даже в споры сегодня это, в общем-то, тоже война. Такую позицию Молдовы журналист считает правильной и выгодной, в том числе для Приднестровья. Власти европейских стран и зарубежные СМИ могут позволить себе игнорировать заявления Тирасполя, но отмахнуться от информации, поступающей из официального Кишинева, они не могут. Ситуация напряженная, фейки будут появляться и далее. К этому надо быть готовым и сразу реагировать государственным структурам на обоих берегах Днестра. В нынешней ситуации, повторюсь, это нормально. И готовьтесь к тому, что эта ненормальность будет продолжаться столько, сколько будет продолжаться вот эта наша общая беда. Надо бороться с ложью. Надо бороться с теми людьми, которые пытаются ложь окутать в такие одежды белые, в такие прозрачные, такие вот все они хрустально чистые. Ложь видно. Молдове и Приднестровью надо и далее придерживаться выбранной линии. Обе стороны в свое время уже узнали, что такое боевые действия, потери, разрушения и утраты. Никто не хочет повторения этого трагического опыта, уверен Владимир Цеслюк. Никому не хочется, чтобы зацепило, хотя тут под боком уже, что называется, запах гари уже чувствуется, но совсем рядом, ведь правда же, ну совсем рядом, уже скоро могут быть и выстрелы слышны. Не хочется, не хочется ни Кишиневу, ни Тирасполю. Мы все-таки в этом смысле, ну не то чтобы одинаковые, мы с одной стороны никому не нужны. Вот этим вот не нужны, наверное, надо воспользоваться. Журналист считает, что в нынешней ситуации лучший способ разобраться в увиденном и услышанном – это больше доверять информации, поступающей по официальным каналам, и по возможности не поддаваться эмоциям.